Всем в студии депутат Госдумы, председатель Союза Дачников Никита Чаплин. Никита Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, в сети идёт бурное обсуждение, люди негодуют, говорят, что вот сейчас кур запретили, дальше что, огурцы и помидоры запретят выращивать. По сути же, люди не ради красоты заводят тех же самых кур, а чтобы как-то материально себя поддержать. Как вы считаете? Всё будет хорошо, яйца будут на месте, куры будут нести нам эти яйца. На самом деле речь идёт не о наших с вами персональных курах, которые мы для себя держим, чтобы, так сказать, пользоваться всеми их плодами. Речь идёт о коммерческом использовании животных. То есть если мы решили, как вот в сюжете показано, конеферму создать, катать людей, зарабатывать на этом деньги, это запрещено в садовом и дачном кооперативе. И в таком случае абсолютно правильная позиция Верховного суда. Аналогичные будут решения судов и первой, и второй инстанции. Категорически такие действия будут запрещены. Проще говоря, административный штраф и выдворение. Обязать собственника убрать животных для коммерческого найма из СНТ. А вот что касается собственных нужд, если вы захотите завести кур, я вот чувствую, что желание такого у вас возникло. Сейчас как раз возникло. Где та грань между тем, что я решил завести кур для себя и для коммерческих... Мало ли какие у кого потребности. Первая грань – это количество животных. Вторая грань – наличие наёмных рабочих, кто ухаживает за этими животными. Третья грань – являетесь ли вы просто физическим лицом или крестьянским фермерским хозяйством. Вот если вы уже КФХ создали, вы как физлицо КФХ, и на своём участке выращивает... У вас не 10 кур, а, например, их 100. Это, конечно, коммерческая деятельность. Есть какие-то новые? Регламента никакого нет. Но есть заведённый порядок, или, проще говоря, обычаи. Вот эти обычаи следующие. От 10 до 20 кур – это абсолютно законно для одной семьи. На шести сотках? На шести сотках. Это абсолютно норма. То есть 10, 15, 20 кур. Например, это региональные традиции. В Московской области традиции являются 10-12 кур. В Ростовской области 20 кур тоже считается норма. Вам не кажется, что мы всё-таки не Англия, страна традиций, а Россия, где желательно всё прописать, людям рамки поставить, что кур можно держать до 15 на шестисотках, допустим, гусей до пяти, корову одну, козы две. Ну вот как-то так правила прописать, и овцы целые, и люди довольны. Ну мы, конечно, можем прописать вам поросёнка, но содержать поросёнка... Не в том смысле прописать. Ко мне не надо прописать поросёнка. Я не совсем согласен с этим, потому что, понимаете, разные традиции. В каждом регионе свои традиции. Можно дать возможность, конечно, регионам устанавливать такие правила, но, поверьте мне, это такие частные, редкие случаи, что достаточно общей нормы. А кроме птиц, кого ещё можно держать? Держать можно практически всех. Под вопросом два вида животных. Это поросята, потому что специфический запах от навоза. И поросят можно содержать даже одного поросёнка с согласием всего садового товарища. То есть нужно получить согласие общего собрания СНТ. И второе, это пчёлы, потому что пчёл тоже можно... содержать только согласие не соседей, а общего собрания СНТ. Кроме пчёл и поросят, человек вправе, вот, в тех разумных пределах содержать у себя животных для своих нужд без согласия с соседей. Но какие правила мы можем сами установить у себя на даче? Мы, как садовое товарищество, вправе в устав записать определённые требования или даже в устав не записывать, принять решение общего собрания и сказать, что мы вообще не содержим домашних животных, ну, кроме кошек и собак, или с согласием садового кооператива. Поняли вас. Спасибо. У нас в гостях был депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин. Спасибо большое.